Три дня насыщенной работы. Специалисты по молодежной политике со всех регионов ЦФО участвуют в семинарах, тренингах, обмениваются опытом. Самое главное – объединить молодежь, рассказать и помочь воспользоваться мерами господдержки. У нас будут секции и по грантам молодежи, и развития общественных некоммерческих организаций. Это будет молодежное СМИ, молодежное предпринимательство. То есть весь спектр, который сегодня действительно интересен, нужен молодежи и в котором молодежь может принимать активное участие. Почему именно в Брянск съехали специалисты по молодежной политике со всего ЦФО? Федеральное агентство ведет рейтинг по ключевым показателям развития региона. И Брянская область – шестая по центральному округу. У вас регион показывает очень стремительные скачки в нашем рейтинге. У нас есть система ключевых показателей Российской Федерации, где регионы каждый год меняют свое положение. И вот за последний год, за 2018 год, регион действительно показал очень большой рывок в рейтинге, поэтому был выбран именно этот регион. Конечно, говорят первые лица области, прошлый год – год молодежи принес свои плоды. Самое массовое молодежное движение объединило ребят в добровольческих акциях. Развивается в регионе патриотическое движение юноармейцев. Только в первом полугодии в ряды юноармии вступили уже более 13 тысяч человек. Наши юноши и девушки, неравнодушны к чужой беде, организуются в отряды добровольцев и волонтеров. Поддерживать эти инициативы и их стремления – одна из приоритетных задач правительства Брянской области. Если два года назад размер этой поддержки не превышал миллиона рублей, то сегодня, в 2019 году, мы увеличили эту сумму 38 раз. Рассказали на встрече, как брянская молодежь участвует в федеральных программах и проектах. Брянцы – постоянные гости таких всероссийских форумов, как территория смысла в Наклязьме, Балтийский Артек и Таврида. Мы с губернатором понимаем, что президент нашей страны, Владимир Владимирович Путин, четко ставит задачу – работа с молодежью и исполнительной, и законодательной власти должна быть единой и двигаться вперед. Одна из мер поддержки молодежи на уровне региона – это именные стипендии. Губернатор Брянской области поддержал просьбу председателя областной думы Владимира Попкова об увеличении этих стипендий. Впереди специалистов по молодежной политике ожидало не только обучение, но и экскурсии по значимым местам Брянщины. Это партизанская поляна и мемориальный комплекс «Хацунь». Кристина Протхилава, Андрей Мамошин, Сергей Дюков. События Брянск.